Лабиринты из дерна, как их обычно называют в Великобритании, когда-то были найдены на британских островах, включая несколько примеров в Бельсе, Шотландии и Ирландии. Они образуются путем срезания поверхности земли с образованием гребней дерна и неглубоких траншей, извилистый рисунок которых образует единую дорожку, ведущую к центру рисунка. Большинство из них, 9 или 18 метров в диаметре, обычно были круглыми, хотя известны квадратные и другие многоугольные примеры. Используемые рисунки представляют собой любопытную смесь древних классических форм, встречающихся по всему региону, и средневековых форм, встречающихся в Англии. У такого лабиринта только один путь – одна, хоть и извилистая колея, без тупиков и головоломок, ведущая к центру лабиринта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Деревня Алкбара – прекрасный пример трофенового лабиринта. Расположен на склоне холма с видом на слияние рек Ус и Трент, с земляными валами средневекового укрепления поселения графини Клоус. Всего в нескольких метрах на юг. Местная традиция утверждает, что он был вырублен в качестве наказания рыцарем, участвовавшим в убийстве Томаса Беккета в 1170 году. Никто не знает, кто изначально проложил этот 12-метровый лабиринт. Технически этот лабиринт, так как он имеет один вход и один путь. Впервые был записан в 1697 году автором дневника Абрахамом Далапримом. Лабиринт 13,4 метра в диаметре. Он глубоко вырезан в траве в результате многолетнего выдергивания сорняков и удаления почвы из траншей, которые постепенно опускали эти дорожки. Точная датировка лабиринта неизвестна. Тем более, что повторная реставрация, вероятно, удалила все доказательства, которые могли бы ее определить. Ранне христианская церковь действительно использовала идею лабиринтов как символ пути к небесам, а также как средство покаяния. Интересно, что в соседней церкви Олбора есть копия лабиринта, выложенная на полу крыльца, и она используется в качестве шаблона для периодической прорезки газона лабиринта. Другие копии изображены на указателях деревень как в Олбора, так и в соседнем Волкоте. Каким бы ни было происхождение лабиринта, он играл важную роль в жизни местных жителей, и известно, что в канун мая здесь играли в игры вплоть до XIX века. Субтитры создал DimaTorzok